Я никогда не рисовала на стены картины, и вот мне пришла такая возможность порисовать. Мы в городском социальном приюте работаем уже с 2009 года. За это время студенты еженедельно проводят занятия по изобразительному искусству. В 2012 году к нам пришла идея оформить вход в приют в виде настенной фрески. В мае 2014 года начинается всероссийская акция «Добровольцы детям». Поэтому у нас родилась идея сделать фреску уже настенную в комнате, где мы работаем в этой группе, не только силами волонтеров, но и силами детей. Ты придумала Екатерина Александровна, чтобы взять что-то такое, чтобы хорошо смотрелось, цветы, например, и это достаточно легко выполнить. Даже детям, кто там плохо рисует или как-то, все равно все могут нормально нарисовать это. Это очень позитивно, радостно смотрится. Эскиз называется «Цветы нашей земли». Мне нравится, что они вдохновляются этим. Для них это, мне кажется, что это новое, будни разбавляются. Я не считаю их своими учениками, не знаю непонятно, кто кого учит, потому что они очень талантливые, все ребята вдохновляют. Я скорее у них больше учусь. Например, вот в этом эскизе, когда я пришла, я думала, как дополнить эту композицию цветов. Мне сказали детям, что нужно рисовать радугу. В нашем приюте проживают дети, в основном из неблагополучных семей, которые попали в экстремальную жизненную ситуацию. Эта акция очень хороша и полезна тем, что дети понимают, что вокруг, во-первых, них не только неблагополучный, будем так говорить, народ, который хочет, относится к ним жестоко и так далее. Но это добрые люди, добрые студенты. Во-первых, эти студенты учат доброте, и во-вторых, уже развитие способностей детских. Кукушок там рисовать надо, потом вот такие овал, овалчики, потом и лукасит их надо, а серединку там золотую и все. Я хочу стать художником, потому что я хорошо рисую животных, птицах, рыбах. Сегодня было очень хорошо, я рисовал, ну да, мы тоже лилии, вот еще будем мы рисовать. Очень понравилось. Когда я заходить буду в класс, я буду смотреть на этот рисунок и думать, как я рисовал, какой я цветочек рисовал, как все рисовали. К другим темам. Саммиты еще не начались, но культурное сотрудничество уже налажено. В данном случае речь идет об Иране, стране, которая обратилась с просьбой о приеме в члены Шанхайской Организации Сотрудничества. Напомним, летом в Уфе это государство будет участвовать в саммите в статусе наблюдателя. Ну а пока художник из Ирана Али Ганджа занимается росписью стен мечети Ихлас. Делает он это не в одиночку. В проекте принимают участие и уфимские студенты худграфа БГПУ имени Акмулы. А в минувшие выходные в стенах мечети Али Ганджа провел занятия для воспитанников городского социального приюта. Также мастер-класс смогли посетить семьи, которые занимаются художественным образованием своих детей. Цель занятия научиться изображать основные элементы арабской каллиграфии с помощью восковых мелков и мела. Мы очень много общались с этим мастером, приобрели огромный опыт создания восточных орнаментов и основы цветоведения, получили основы цветоведения. И хотели сказать, что бесконечно благодарны Али Ганджи за то, что мы участвуем в создании такой вдохновляющей красоты. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!